Всем привет, меня зовут Алексей Красиков, добро пожаловать в школу эмоционального интеллекта и психотерапии. Я хочу пригласить всех своих студентов, всех своих подписчиков, всех своих клиентов на новую интересную программу, которая называется «За гранью симптома». Многие из вас справились с паническими атаками, многие из вас получили базовое представление о том, что же с ними происходит. Да, вы перестали паниковать, да, вы выходите на улицу, и кажется, что многое позади. Но вы понимаете, что тревога осталась, вы понимаете, что вегетатика вас прилически беспокоит, тревога за здоровье и ипохондрия сохранились, и вам нужно проработать именно тот самый невротический характер. Я приглашаю вас погрузиться в большой шестичасовой семинар, который будет разделен на три дня по два часа каждый вечер. На этом семинаре мы с вами обсудим пять основных, больших, фундаментальных вещей, которые и создают невротическую личность. Первое. Мы обсудим с вами тему финансов. Это та тема, которая касается финансовой свободы. Да, у тебя может быть классный мужчина, или у тебя может быть мужчина или работа, которая тебя не устраивает. Но если ты сама не зарабатываешь, вряд ли ты сможешь отказаться, вряд ли ты сможешь делать то, что тебе хочется. Поэтому именно финансовая независимость очень важна при формировании новой, зрелой личности. Иначе ты будешь все время чувствовать себя зависимой. И не сможешь сказать нет, и тебе придется тянуть, ждать, формировать невротический симптом, который будет за тебя пытаться так или иначе решить эту проблему. Об этом мы еще сегодня поговорим. То есть первая тема – это финансы. Вторая тема – это детско-родительские отношения. Гиперопека родителей. Мнение родителей. Проживание с родителями. Все, что касается детско-родительских отношений, мы будем с вами обсуждать и прорабатывать, что нужно сделать, чтобы из невротической личности трансформировать свои защиты в более зрелые. Потому что многие наши клиенты – кто-то живет с родителями, кто-то слишком беспокоится о мнении родителей, кто-то не может оторваться от гиперопекающих родителей, кто-то стал жертвой гиперопекающих родителей. Об этом мы с вами будем предметно говорить. Третье – это возможность находиться наедине с собой. Многие мои пациенты не в состоянии находиться наедине с собой. Одна только мысль о том, что они будут одни, вызывает у них жуткую тревогу. Мы будем об этом много говорить и будем понимать, с чем это связано. Четвертое – это социальная большая тема. Это касается мнения окружающих. Это касается отвержения друзьями. Огромное количество невротических пациентов так или иначе боятся, что они останутся одни без друзей. И это касается навыка нахождения общего языка с новым коллективом. Поэтому умение взаимодействовать с новым социумом и умение представить, что вы потеряли свой социум и вам придется создавать новый – это очень важный навык в терапии невротической личности. И пятая большая тема – это способность человека принимать решения. Так или иначе, мы будем с вами обсуждать причины, почему люди откладывают принятие решения, формируют симптом и защитные механизмы для того, чтобы отложить принятие решения. Сказать, что сначала я полечусь, а потом об этом буду думать. И здесь же мы поговорим о так называемой вторичной выгоде симптома. О том, зачем формируется симптом у людей. Для чего формируются защитные механизмы. Ведь профессор Фрейд не просто так сказал, что симптом нужен. И я поделюсь с вами своим 17-летним опытом. Зачем же вы создаете свой невротический симптом? От чего вы переключаетесь? Какая правда? Поэтому программа «За грани симптома» – это программа про людей, это программа про правду, это программа про вас. Да, нам придется познакомиться с вашими скелетами. Да, нам придется провести ревизию этих скелетов. Родители, финансы, свобода, самостоятельность, правда, сексуальность, защитные механизмы наедине с собой. Все это мы обсудим с вами в течение 6 часов, плотно и интенсивно, с 25 июля. До встречи.